Привет, с вами Тимур Асланов и мы продолжаем разговор про манипуляции в переговорах. Сегодня наша тема – прием младший брат. Успех переговоров часто зависит от умения не попадать в ловушки, приготовленные вам опытными оппонентами, и в мастерстве распознавать манипуляции и противостоять. Чем больше приемов манипуляции вы знаете, тем лучше вы ведете переговоры. Рассмотрим сегодня еще один – обман с полномочиями или младший брат. Суть приема. Это происходит обычно так. Вы ведете переговоры с представителем противоположной стороны. Вас прижимают на уступки, обещая взамен тоже определенную выбору. В итоге вы сдаете свои позиции, уступаете, даете скидку или соглашаетесь на не очень выгодные условия, рассчитывая получить те плюшки, которые вам прообещал оппонент, и быстро подписать контракт. В конце переговоров вы фиксируете договоренности, еще раз проговариваете свои уступки, и тут оппонент говорит, что он неуполномочен подписать контракт сейчас, ему нужно согласовать все условия с руководителем. Акционеры, другим партнерам и так далее. И вы в глупом положении. Вы уже озвучили, на что вы готовы пойти, чтобы получить контракт, а противоположная сторона просто проводила разъемку в горе. Если бы вы знали, что собеседник неуполномочен, вы либо вели бы беседу по новому, либо вообще отказались от разговора. Но вас никто не поставил в известность, что вы ведете переговоры с младшим братом, зато ловко вы уделили информацию о ваших границах уступок. Что будет дальше? Дальше старший брат скажет, что младший примесил свои полномочия и пообещал слишком много, и возьмет часть уступок, настаивая на том, чтобы вы свои оставили. А еще, скорее всего, предложит вам уступить еще больше, продолжит двигать ваши границы. Хотите плюшки, обещанные младшим братом, уступайте еще. И тут все зависит от того, кому из вас больше нужен контракт. Насколько сильна ваша нужда в достижении договоренности, насколько слаба ваша позиция и насколько крепкий у вас нет. Если вам очень важен этот контракт, если вы в цепноте или конкурентом дышат в затылок, то, скорее всего, вы оставите свои уступки или пойдете на новые и подпишите не очень выгодные для себя условия. Как противостоять? Первое. Всегда на старте уточняйте полномочия представителя противоположной стороны. И если чувствуете, что ответ не конкретный или подозреваете ложь, требуйте встречи с лицом действительно принимающим решения. Второе. Если попали в ситуацию, когда о младшем брате стало известно в процессе переговоров или в самом конце, говорите так. Наши договоренности в силе, только если ваш шеф подтвердит все условия. Если будут какие-то изменения с вашей стороны, я отзову свои условия и буду обсуждать все заново. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы пропустить новые выпуски. С вами был Тимур Асланов. Пока!